Добрый вечер, уважаемые зрители, добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире «Измайловский парк», с чем я вас и поздравляю. Дорогие друзья, обычно, как я веду эту телевизионную передачу? Выхожу, рассказываю какой-нибудь анекдот, подвожу этот анекдот к артисту, как-то связываю с именем артиста, потом говорю о нем какие-то теплые, добрые слова и объявляю его фамилию. Вы, естественно, аплодируете. Сегодня хотелось бы немножко сделать по-другому. Мы хотим попробовать объявлять артистов эпиграммами, двустишими, четверостишими. Итак, «Измайловский парк», начинаем! Новые русские бабки, популярнейшие артисты, собирали стадионы. Сегодня на расхват просто замечательные ребята. Надо сказать, что они учились в одном политехническом институте, потом делали передачу на телевидении, как-то сыграли бабок. И проходная была миниатюра, но писем пришло столько, что они продолжили. И в дальнейшем эти бабки вытеслили из их программы все остальные номера. И теперь они играют только в образах этих новых русских бабок. «Успех большой, а в чем секрет? Два мужика, платки да тапки. А в том секре, что слова нет. Сейчас моднее слово бабки». «Аплодисменты». «Эспект. Ха, еври байди, как говорится, «Еври байди ноутся обаутас хире, соу, ви мил хев санджоб хире, тьфу, господи!» Короче, вчера с святочком на тусовке были. Туц, тунц, тунц, тунц. в клубе. Называться розовый, как его, скунс. Господи, назовут же. Такой пафосный клуб, товарищи. Так известны люди были. Брэд Питт, Анжелин Джоли. Не приехали. Нет. Вино кур зажигал два часа от уши. Или адработенка, будто только шампанский открывал. Пробка и воробья сбил. Теперь у Ленки синяк. Но это мелкие. Сейчас у тебя точка придет. Вот где стыдобище. Какая только стыдобище. Вы знаете, женщины такие есть с собачкой, подмышкой всю жизнь. В основном с белой. Собака белая идет. У ней собачка, она везде с ней с собачкой. Моя-то дура, видимо, нагляделась. Смотрю вчера на тусовку. С поросеночком приперлась. Главное на фейс-контроле. Поросенка пустили, ее нет. Так она в трубу. Говорит, Поттер в панталон. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ГЛАМУР Гламур подкрался незаместно. Господи, вот чудо в стразах. Вот блондинка в мармеладе. Чемпионка мира по смешанию Мартин с Валерьянкой. Ты суды иди на голос, куды поперлась. Выйди и сумрак сними очки. Да вот здесь я на девчаток от тебя. О, привет, Матрё. Здорово. Чмыри, чмыри. Чмок, чмок, чмок. Нормально, нормально выглядишь, как низгодуна. Матрё, после того, что вчера было, я светская львица. Да ты что? Ты светская овца, Класс. Ты хоть помнишь, что вчера было? Вот здесь помню, вот здесь не помню. А что было-то? Тусовка была. Поросёнка пустили, тебя нет. Ты в трубу в какую-то... Батюшки, как я пролезла-то? Ну ты ж светская львица. В любую трубу пролезешь. А что дальше было? А что, в глаза не смотрим? Стыдно, что ли? Я говорю, в глаза гляди. Да это фонарики. Вот глаза-то близко. Ты что, руки тянешь, гляди, да всё. Наметиться мне надо? Я что, наметиться сейчас. Главное, пришла вчера на тусовку, принесла с собой варёные яйца, соль, села в уголке и давать жрать, как в поезде. Стыдовище, вонись! Я всегда яйца-то с собой ношу. А потом достала грелку и давай туда ликёр сливать. Дура ты! Это ж Бейлис. Чего? Ликер! Это что такое? Бейлис! А кто? Круче, чем наш самогон. Круче, чем наш самогон, только антифриз, Бейлис. Ты что собираешь, гадость? Да ты тоже хороша. Пришла на тусовку, увидал чёрную икру. Давай руками в карманы напихать. Ты что, дурцы, что ли, ты договариваешь на меня такие вещи? Я что, ненормальный? Что, семечки тебе что-нибудь? Икорки не хочешь вчерашний, шо лопается вон. Спасибо, я не буду бабушка-сётр. Клав, ты тоже мне девочка, слышишь? Напила вчера, совсем стыд потеряла. Как потеряла? Совсем. У меня же там все телефоны. А, по шутке, подкалываешь меня? А потом залезла под стол и давай туда орать. Кто найдёт, тому достану. Фу, взрослая женщина. Да, кричала. Может, я надеялась. Да что ты. Вдруг кто-нибудь доклюлит. Да что ты. На красивую девушку за 30. За 30 это возраст или цена? Ничего ты, Матрена, не понимаешь. Может, я хочу найти себе бомжа. Что, с ума? Что, слабкого найти? Не знаешь, как переводится бомж? Бомж. Мне вчера Анфиса Чехова убестила. Бомж — это богатый, образованный, молодой жених. Бомж. Бомж. По-модному, по-модному ты. И что же? И я вчера себе такого нашла. Иди ты. Рядом со мной, за столом. Валялся. И что, и что, и что, и что? Что, увидал меня? Сразу приставать надо. Стесняюсь спросить, как, взял он твою крепость-то, нет? Да нет. Ну так, прошёлся по окрестностям. Пару сторожевых башен сломал. Флаг сорвал. Флаг сорвал. Очень хорошая. Он знаешь, что? Он бухгалтер, фирма работает. Бухгал? Бухгалтером. Бухгалтером. Нилый мой хороший. Я стесняюсь спросить, как, говорит, свёл он тебе это? Дебедь-то с кредитом. Да какой там дебедь, Матрёс, с его-то кредитом? Что, у тебя что, лет? Ага. А что это? О, гляди, что. СМС-ку прислал. СМС? Ага. Скучаю, чмоки. А, вот. Поняла? Чмоки. Скучаю, чмоты. Ну-ка, дай сюда. Скучаю, вот козёл, а. Ну ничего, ничего, Кла. Ты ж мужиков всю жизнь терпеть не могла. Как красиво мужика увидит, терпеть не может сразу. Ты говоришь, постоянно звонкий, последнее время. Ой. Тусовщица. Алёй. Алёй. Здравствуй, здравствуй, мой пупсик. Завтра. Ну, конечно, приду. Конечно, приду. Чудо ты моё, в перьях. А-бу-бу-бу. О. А-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Сергей Зверев звонил. А-ба, как озвездища. Пригласил завтра мелирование делать. Где? Где-где? В салоне? В салоне? Ты знаешь, как у него дорого в салоне? Знаю, мой, знаю. Но я с ним по бартеру договорилась. Это как по бартеру? Согласилась два часа слушать, как он поёт. Мне дорого два часа слушать. Ты завтра-то чё делаешь? В салон пойдёшь со мной? Нет, дурочка. Нет, завтра не могу. А чё? Завтра иду. Ногти на расчёте. О-о-о. А нафига? Козе педикюр. Педикюр. А та в папарацци. А та в папарацци. А вчера, блядь. Ну хватит уже. Вчера в клубе не нафотографировали, что ли, а? Я вот всегда яйца-то с собой ношу. Вот увидишь, святошка. Нафотографируют, поместят в жёлтую прессу. Потом доказывай, что ты не мужик. А ты чё? Ты чё прячешься? Я не прячешься. Всё же вчера нафотографировали. Чё? Ты такое творила. Просто чума. А чё я творил? Короче, когда ты забралась на шест, обвелась вокруг него и закричала. Я гремучая змея. Сто рублей, я твоя. Ты чё, Болка, всё? Всё ещё терпели вот это холодно твоё. Мама, я и не знал, что я такая гибучая. Вот. Очень, мать, очень гибкая. Встала посередине комнаты на мостик и кричишь. Я старушка Радуга. Давай тебя порадую. Ты чё? Дышь, 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 делай. Ну, хватит ещё. Акцентировать. Ты знаешь, Материн, я от страха чуть в обморок не наложила. Но когда ты забралась на стол и заорала. Я песочные часы, на мне шёлковые трусы. Убегайте вы лесок. Сейчас посыпется песок. Ты чё, 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 ты чё. И главное, ведь посыпался. Да это я перечницу между ног зажала. Шутила момента. Ты перчила чуть-чуть, да? Не твоё дело. Тут уж все не выдержали. Давай тебя вязать. Твоим же шарфиком и вязали. Вязали. Говорала, как бешеные. Дайте фантик. Дайте фантик. Да не, дайте фантик. Это фантастич. Я-я. Здесь, здесь. По-монгольски? Ну да. А зачем так делала? Зачем, зачем? Потому что папарацци. Они меня клавкную обложку обещали. От фотошопить обещали. Везучая. Не знаю, посмотрим. Меня уж лет 30, никто не может нормально отфотошопить, да? Да на компьютере отфотошопить. На компьютере? Ну ты шалуй не можешь. Ну вы погляди, шалуй не можешь. Так это А.Семянович. Кто? А.Семянович. А он не сказал, что это я после фотошопов. Надо у нас в деревне гламурный клуб открыть. Никуда ездить не придётся. Презентацию закатим. Всё. Кого позовёшь? Сергей Зверев. Вот тут согласна. Звезда. Пусть будет. Приедет к нам в деревню на своём розовом Роллс-Ройсе Белорусси. Ага, выходит такой. На нём тело грейко от Версас. Брюки от Армай. Стринги от Фил Фигер. Топик от Картена. Вальнгёт Нин Ричи. Ой. А чё это к вазинкам-то прилипло? Кусочек Гуччи в поле наступил. Хорошая идея, Клавка. Будем тусоваться, пока есть порк в парковнице. И камни в почках. Ведь мы с тобой, срецкие львецы. Вот это да. Да, ведь мы с тобой, срецкие львецы. Спасибо, от кашля ты забыла. Ничего, ничего. Львица-овечка. Слезом человечка. Все звёзды, все звёзды, сейчас куда не плют, везде на звезду попадёшь. И будет в нашей деревне поголовно крутизна, сплошной пафс и полный гламур. Новые русские бабки. Эпиграмма на Олега Газманова. Нерушимо он предан музе. Он эстрадникам всем пример. Он рождён в Советском Союзе. Сделан он в СССР. Народный артист России Олег Газманов. Сергей Дроватенко. Родом из Омска. Закончил там технический вуз. Работал преподавателем. Работал диджеем на радиостанции Европа Плюс. Потом приехал в Москву. Ну а дальше вы всё знаете. Сегодня популярный артист. Мало того, что исполняет целую программу своих монологов, но ещё написал пьесу и играет в ней как артист. Итак, Сергей Дроватенко. По сцене бабочкой порхает. Его таланты всем видны. Ему чего-то не хватает. Всего-то навсего жены. Сергей Дроватенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, друзья. Потом надпись потрясающая. Ушла на базу. Приду, когда вернусь. Главное не придраться. Недавно на концерте в Тюмени поднимается на сцену женщина и говорит, как всегда, убийственную фразу. Сергей, здравствуйте. У меня растёт сын. Посоветуйте, как сделать так, чтобы он вырос таким же смешным, как вы и таким же талантливым, как Сергей Зверев. То, что вы услышите, друзья мои, придумано не мной. Это придумала её величество женская логика. Самый лучший в мире автор. Я это только записал. И я не устаю повторять. Что мне больше всего нравится в женской логике, так это полное отсутствие логики. Как замечательно сказала одна мадам. Девочки, поверьте мне, есть мужик, есть куча проблем. Нет мужика, есть одна проблема. Нет мужика. Я готов ходить за ними и записывать каждую фразу. Как вам это? По-моему, это сказано гениально. Девчонки, если деньги мерить кучками, тогда у меня ямка. Я обожаю приметы женской логики. Выпрямила волосы к дождю. Уложила волосы к ветру. Вышла из дома ненакрашенная. На голове чёрте что, значит, встретишь всех знакомых. Одна женщина в церкви молилась. Господи, дай мне любви, чтобы понимать мужа. Дай мудрости, чтобы прощать его. Силы не прошу, а то ещё зашибу ненароком. Мужская логика и женская – это две разных вселенных. Если мужчина говорит «Вчера мои соседи сверху затопили моих соседей снизу», что, скорее всего, он скажет дальше? Ну, наверное, слава богу, нас пронесло. Что скажет женщина? «Вчера мои соседи сверху затопили моих соседей снизу. Я не поняла, меня что, игнорируют?» А это уже суровые семейные будни. Жена говорит мужу. «Слушай, я на вечер гостей пригласила. Одного стула не хватает. Сходи к соседям. Посиди у них». Вечер. На кухне он и она курят. Он говорит. «Послушай, ну, чтобы хоть как-то изменить нашу серую жизнь, ну, может, есть смысл изменить друг другу?» Жена. Бесполезно, я уже пробовала. Женщина и мода. Две верных подруги, неразлучных всю жизнь. Наш великий кутюрье Вячеслав Зайцев такие перлы выдает своим девочкам-моделям. Я один раз присутствовал на дефиле. Одной несчастной девушке он сказал. «Деточка, если вы надели высокий каблук, «высокий каблук, идите как королева, как королева, а не как парализованный кузнечик». В его модном магазине женщина примеряет платье. Продавец устало говорит. «Женщина, ну, вы что, не видите, это платье вас полнит». Женщина. «Платье? Слава богу, а я на чебуреке грешила». Французы говорят, чтобы женщина хорошо выглядела, она должна спать 8 часов в день. Наши добавили. «И столько же ночью». Одна девчонка, перечитавшись модных журналов о пользе похудения, затем в офисе выдала. Тут написано, что для похудения нужен уголь. Так я не поняла, жрать или разгружать? Одна нехрупкая дама, которая всю жизнь безуспешно борется с лишним весом, выдает отличный комментарий на этот счет. Коронная фраза. «Девочки, вы знаете, что такое депрессия? Это когда надеваешь огруч, а он тебе как раз». Мы знаем не понаслышке. Женская логика способна одной фразой всех ввести в ступор. На свадьбе гости знакомятся друг с другом, подходят к одиноко стоящей девушке, спрашивают, «Скажите, а вы со стороны жениха или со стороны невест?» Ответ. «Я подруга жениха на стороне». Но главный фейерверк происходит, когда две женские логики разговаривают друг с другом. Одна подруга звонит другой, «Ты что сейчас делаешь?» «Ничего не делаю». «Ты же вчера это делала». «Не доделала». Еще один из моих любимейших диалогов. Две недели лупила кота за лужу в туалете, оказалось, бачок протекал. Вторая. И правильно лупила? За две недели мог бы и починить. Она просто гениальна у своей, да, конечно, эти женские логики. Жена пишет мужу записку. «Ушла лечить нервы». «Буду поздно и пьяная». Это как продолжение предыдущей, это моя самая любимая фраза. «Ну, подумаешь, легла нераздетая. Зато похмелье встретила нарядная». Признаемся, мужчина, мы же иногда боимся женской логики. Знаете, почему я с некоторых пор стал бояться ходить по супермаркетам? Потому что однажды услышал страшную фразу от девушки-продавца. «Аня, пробей мужику печень». Так бывает. Они поссорились. Она ушла. На следующий день пишет мужу смс. «Пошла туда, куда ты меня послал, веду себя так, как ты меня назвал, и думаю, что я тебя раньше не слушала?» Говорят, женская дружба – это лучшее название для фильма фантастики. Да нет, она есть. Просто нам, мужчинам, ее не понять. «Лучшая подруга» – звони другой лучшей подруге. «Ира, ты представляешь, мой вчера пришел под утро, пьяный, наорал на меня, наорал на детей и сказал, что пошел к проституткам. Он не у тебя?» И последняя капля. Друг говорит, звоню жене на мобильной. Долго не подходит? Ну, очень долго. Наконец снимаю трубку. Я спрашиваю, «Ты почему так долго не подходила?» Мужчина, вы еще даже не пытаетесь предугадать направление ответа. Бесполезно. «Ты почему так долго не подходила?» «Я под звонок танцевала». Милые дамы, судя по вашей реакции, танцуют все. Мы с нетерпением будем ждать новых историй. Только не быстро. Мы записываем. Спасибо за внимание. Говорить о Елене Степаненко мне очень приятно, потому что это моя любимая актриса. Она и меня в какой-то степени прославила после того, как мы с одним моим соавтором написали для нее монолог, письмо Биллу Клинтону, который, мне кажется, и ей помог стать знаменитой. После этого у нее появилось очень много новых номеров, ничем не уступающих этому Биллу Клинтону. И мне эти номера очень нравятся. Мне нравится, как она работает. Она поистине всенародная актриса. Выступала Степаненко, рухнула от смеха стенка. Елена Степаненко. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН Вчера по телеку посмотрела Ромео и Джульетта, расплакалась, так стало жалко себя. Думаю, какая у них там любовь, нежность, романтика. А у меня только... Мать, дай пожрать, а? Муж с работы пришел, я говорю, Вова, давай с тобой жить, как Ромео и Джульетта. Он говорит, давай, я твоего брата давно хочу убить. Второй год 500 рублей не отдает. Я говорю, Вова, я тебе про романтику рассказываю. Ромео так любил Джульетту, что ради нее отравился. Он говорит, я тоже чуть не отравился твоими голубцами погаными. Говорил тебе, три дня стоят, давай коту отдадим. Ты говоришь, нет, ешь сам, кота жалко. Я говорю, Вова, да я тебе про любовь рассказываю. Джульетта, чтобы не выходить замуж за графа Париса, выпила особый состав, после которого человек кажется мертвым. Он говорит, да знаю я этот состав. 50 грамм водки, 50 грамм пива. Повторить 10 раз. Я говорю, Вова, а ты знаешь, какая у них была свадьба? Ой, романтичная. На свадьбе никого не было, только он и она. Он говорит, это правильно. А у нас с тобой на свадьбе 250 рыл гуляло. Нажрали столько, что у нас уже внуки. А мы же за свадьбу не рассчитались. Я говорю, Вова, ты вообще понимаешь, о чем я тебе говорю? Мужчины в прошлом веке ради женщин стрелялись. Он говорит, я тоже чуть не застрелился, когда увидел тебя в новом купальнике, когда ты вверх с низом перепутала. Я говорю, Вова, да даже древнегреческие боги были романтиками. Вон Зевс, чтобы овладеть царицей Ледой, спустился с небес, превратившись в лебедя. Он говорит, а я думаю, что твоя мать в парке лебедей кормит? Вот дура, еще на что-то надеется, а? Вова, ну ты вспомни, как романтично. Дубровский клал для Маши записки в дупло. Он говорит, какой же у Дубровского был кариус, если в дупле записки помещались? Я говорю, Вова, ну а Д'Артаньян, вспомни, как он сражался на шпагах с гвардейцами кардинала, защищая свою возлюбленную. Он говорит, мать, ну ладно, я тоже дрался. Помнишь, на Новый год к нам какой-то алкаш вломился? Я говорю, Вова, никто к нам не вломился. Это ты с перепоя себя в зеркале не узнал и все тремор расколбасил. Вова, ну ты вспомни, он Штирлиц, 16 лет не виделся с женой и все 16 лет хранил жене верность. Он говорит, да ладно, это жена так думала. Я говорю, неправда, Вова, Штирлиц не мог обманывать жену. Он говорит, ага, весь Третий Рейх мог, а жену не мог. Я говорю, Вова, да даже индейцы инки из своих волос плели одежду для возлюбленных. Мой себя полысь не похлопал. Говорит, мать, у меня даже на стринги не хватит. Говорит, ну а вспомни, Петрарка, какие он прекрасные стихи сочинял в своей любимой лауре. Он говорит, мать, ну ладно, все, на 45 лет я тебе тоже стихи сочинил, прекрасные, вот это, голова твоя седая, три железных зуба, ты уже не молодая, не дала бы дуба. Я говорю, боже мой, с кем я живу, Вова? Да даже у птичек есть романтика. Вон, синичка строит гнездо, так самец приносит ей веточки, палочки, сухую травку. Он говорит, а-а, Петров домой принес сухую травку, семь лет спаяли. Я говорю, ну аистов, я сама видела. Самочка куда-то улетела, самец сел на яйца. Он говорит, ну я тоже села, когда ты сумку с яйцем на диван поставила. Мать, что ты от меня хочешь, а? Чтобы я как д'Артаньян, прискакал на коне в офис, подрался на шпаков с бухгалтершей, засунул в дупло начальнику, записку от Дубровского, принес веточки, палочки, сел на яйца и рассказывал стихи. Я говорю, Вова, я хочу, чтобы ты ради меня совершал подвиги. Он говорит, мать, да я их совершаю. Просто сейчас жизнь другая и подвиги другие. Сейчас оплатить коммунальные. Подвиг. А разве не подвиг? Каждый вечер вы слушаете от твоей мамы полный пересказ передачи «Давай поженимся». Кто на ком женился? Что сказала сваха Роза Сабитова? Как отреагировала астролог Василиса Володина? Что ей на это возродила Лариса Гузеева? И, главное, все расши специалистки по выбору мужа, а? Гузеева третий раз замужем, а сваху муж бил, бил и в результате бросил. И они всю страну учат, как удачно выйти замуж. А лечиться в нашей поликлинике не подвиг, когда мне врач поставил диагноз «вывих ягодицей глазного яблока». Им в поликлинику новое оборудование завезли, они им пользоваться не умеют. Засунули меня в какую-то гидромассажную ванну, потом оказалось, что это тесто-мешалка для столовой. Они меня там час месили, я говорю, почему в гидромассажной ванне горит надпись «Добавьте дрожжей». «Вова, ну я просто хочу, чтобы ты был романтичнее и делал хоть что-нибудь для меня». «Мать, я для тебя делаю только одну вещь. Я для тебя живу». «Ты думаешь, легко мне в 58 лет работать разносчиком пиццы? Машины нет, хожу медленно, пока донесу, пицца срок годности кончается. Меня на работе так и зовут «Небесный тихоход». А вчера иду голодный, не удержался и отгрыз кусочек. Клиент звонит, говорит, у вас крысы. Начальник мне говорит, «Слышь, крыса, еще раз откусишь пиццу, я тебе выдеру орудие преступления». «Стыдно-то как, а я все терплю, лишь бы тебе хоть какие-то деньги принести. Вот сегодня бегал по городу, как старая собака. Ноги ледяные, спина болит, голодный, холодный. Ну, думаю, сейчас приду домой, отдохну, газету почитаю, телевизор поем. Тут ты со своей романтикой, а! Ну, треплешься, треплешься, ну, хоть бы секунду в тишине побыть». Я быстро надела на него шерстяные носки, теплые тапки, намазала спину финал голом, замотала пуховым платком, налила борща, сама рядышком села и заткнулась. И тут он так на меня посмотрел, что я поняла, что мой Вовка самый большой романтик! АПЛОДИСМЕНТЫ Моя любимая актриса Елена Степаненко У нас всего-то народных певиц раз, два, три, четыре и обчелся. И все их знают. И вот появилась молодая, активная, талантливая, красивая и завоевала свое место. Сейчас у нее на концертах полные залы, что, в общем, в сегодняшнее время не так просто. Зовут ее Марина Девятова, и вот про нее такое четверостишее. Вот это Грация, вот это Голосина. Кто так здорово поет? Девятова, Марина! Марина Девятова! Есть у нас один такой артист, который прославился, изображая самых разных персонажей. Особенно ему удаются люди на веселе. Он это, видно, знает как следует. Вот этих людей, повидал их немало. Потрясающе рассказывают анекдоты. Вот я считаю, что он наследник Юрия Никульна, тем более он тоже цирковой артист. Бесподобно рассказывал Юрия Никульна анекдоты. Сегодня, наверное, лучше всех рассказывает именно этот артист, Игорь Моменко. И я про него вот что написал. Расскажет анекдот, все ржут, читает монологи сочно. Его послушать, так все пьют, а посмотреть, так это точно. Игорь Моменко! Два друга хорошенько выпили, легли отдыхать, наутро проснулись с жесточайшего похмелья. Один из них практически не умеет разговаривать, у него жесточайшая засуха во рту, у него там работает цементный завод. Аквариум выпил еще ночью, пытается обратиться к своему другу за помощью, получается очень плохо, рот практически склеен, получается вот такое. кры, кры, кры. Ай! Кры, кры, кры. Кара-кола? Кры-кры. Сейчас куплю. Ушел в магазин, возвращается через 6 часов. Этот его честно ожидает, увидел своего друга, воспрял надежды, наверное, принесли попить. «Ай, мама! Валентин, кока-кола закончилась. Я купил тебе печенье». Мой кум Михалыч работает егерем. Весь в шрамах. На руке у него два параллельных шрама, это волк клыками. На груди четыре параллельных шрама, это медведь когтями. На всю спину десять параллельных шрамов, это теща граблями. Раньше Михалыч понимал язык зверей. Теперь не понимает. Закодировался. Все. Не поет, не пляшет, голым лес не инспектирует. Короче, рутинно. На днях к нему в охотхозяйство прибыла группа немцев, охотники-любители, восемь голов. С утра провели инструктаж, взяли ружья, пошли. Охота началась удачно. Для Кринписа. После того, как Ганс тридцать раз стрелял в зайца, мы поняли, что косой в косого не попадет никогда. Тут из-под ног немцев взлетел одинокий худой перепел. Немцы, вскинув восемь стволов, открыли стрельбу на поражение. То, что перепел был поражен, такой стрельбой было понятно сразу, потому что улетая, он обгадил немцев с головы дано. Короче, когда мы вернулись в лагерь, из трофеев у нас был только погибший от поноса перепел. Чтоб подбодрить немцев, я решил рассказать им охотничью байку, как можно охотиться на зайца с помощью кирпича. Кладешь на заячью тропу кирпич, посыпаешь его перцем. Заяц бежит по тропе, видит кирпич, думает, что это морковка. Заяц подбегает, нюхает кирпич, перец попадает ему в нос, заяц чихает, бьется головой об кирпич и погибает. Немцы выслушали историю с каменными лицами. На следующий день выдвинулись в лес пешком. Через каждые десять минут немцы требовали привала. На седьмом привале я потребовал объяснений. Оказалось, что рюкзаки у немцев полны перца и кирпичей. Так ничего и не застрелив, мы вышли к лесу охотиться на уток. С юмором у немцев оказалось совсем хреново. После трехчасовой бесполезной стрельбы по уткам, я им сказал, что или утки высоко летают, или не низко подбрасывают собаку. Немцы даже не улыбнулись. И когда в следующий раз над ними взлетели утки, я увидел, как собака Михалыча летит им навстречу. Глаза у собаки были, как блюдца. Утки, увидев летящее навстречу животное, стали нестись прямо на лету. Причем неслись утки обоих полов. И собака тоже. Так ничего и не застрелив, мы пришли в лес и устроили небольшой пикник. Тут неподалеку на пригорочек вышел огромный медведь и стал чесать спину о березах. Ганс дуру выстрелил в медведя утиной дробью. И случилось страшное. Он попал. Медведь не вынес такой фамильярности и кинулся в воду в нашу сторону. И я понял, что попали мы все. Обычно медведи плавают по-собачьи. Оказалось, что обиженные медведи склонны к батерфляю. А испуганные немцы склонны к галопу. Они перебежали речку, не замочив штани. И растворились на деревьях в близлежащем лесу. Медведь кинулся было на пару деревьев, но немцы шустро переспрыгивали с ветки на ветки. В глазах Косолапова читалось удивление. Таких белок он еще не видел. После этого незваный гость распотрошил все наши рюкзаки, сел на немецкую губную гармошку и стал пожирать наши припасы. Когда тушенка, сгущенка, хлеб и мыло были съедены, губная гармошка под медведем вдруг заиграла. Медведь выдувал музыку минут сорок. Потом он обильно пометил все наши вещи и ушел в чащу. Вещи, которые находились на нас, мы пометили сами. Трое суток мы пытались манить немцев с деревьев. Мы жрали у них на глазах баварскую колбасу, шнапс и пиво лили с рекой. Спасибо кредитке Ганса. Мы даже уговорили местную повариху Надю побегать голой вокруг деревья. Но немцы не сдавались. Пока на запах шнапса не прилетел вертолет МЧС и не сдул немцев с деревьев. Сейчас они уже проходят реабилитацию в местной ветеринарной клинике и уже идут на поправку. Да, пока жива Русь-матушка, кто к нам за трофеем придет, тот сам трофеем может стать. Спасибо. Игорь Моменко. Ну, надо сказать, что женщины красивые, умные, замечательные, обаятельные, капризные, злые бывают, разные совершенно. Вот все, что ни скажи, все подходит. А раз речь идет о женщинах, значит речь идет о любви. Любовь такое противоречивое чувство. Иногда вот смотрю на спящую жену и думаю, убил бы, заразу. А сам одеяло поправляю, чтобы не замерзла негодяйка. Любовь, вы знаете, удивительное чувство. Оно возвышает людей, делает их счастливыми, делает их несчастными. Сколько открытий сделано ради любви, сколько стихов создано, сколько заборов исписано. Маша, я люблю тебя, Дима. Маша, ты самая красивая, Дима. Маша, выходи за меня замуж, Дима. Дима, ты козел, Маша. Да, знаете, большая любовь, она в основном обходится без ума. Вот вы замечали, что как умный человек вдруг внезапно поглупел. Вдруг глупости говорит на каждом шагу. О ней говорит только самое хорошее. Она и умница, она и красавица. Я глянул и просто обомлел. Рот открыл, минуты две сказать ничего не мог. Потом справился с собой, говорю. Да потому что я посмотрел на нее и вижу. Ноги богорчиком, ручки ухватиком. И нос такой, что голову от ветра разворачивает. Я говорю, ты ему только больше никому не показывай. Он говорит, это почему? Я говорю, уведу тут же. А сколько огорчений приносит любовь. Вы даже не представляете. Вот одну женщину, вроде он муж. Так она руки на себя хотела наложить. А потом села, подумала, проколола пупок, оба уха, хватанула стакан водки и уехала с любовником в Турцию. Конечно, в любви очень многое зависит от женщин. Потому что у них сердце доброе. Я одну свою знакомую спрашиваю. Ну вот вышла ты замуж, не жалеешь? Она говорит, ну что же, я не человек что ли? Конечно, жалко парня. Нет, чего только в любви не случается. Жена говорит мужу утром, ты меня любишь? Он говорит, ну почему? День должен начинаться со скандала. Другая жена говорит, слушай, мне надоели тебе разговоры о твоих любовницах. Я не хочу быть второй скрип. Он говорит, скажи спасибо, что ты вообще в оркестре. С чего все начинается? Все начинается, конечно, со знакомства. Вот один парень в кафе ждал девушку. Она прибежала взмыльная, опоздала. Говорит, ой, так бежала, так бежала, чуть ноги не сломала. Он посмотрел на нее, говорит, сломать не сломала, но погнула основательно. Потом в ЗАГСе стоят двое. И администратор говорит, объявляю вас мужем и женой. Он говорит, ты чего? Ты же сказал, в кино идем. Потом начинается семейная жизнь. Две подруги встречаются, одна говорит, ну как у тебя семейная жизнь-то? Она говорит, да вроде все ничего, но вот секс. А что секс? Ну вот понимаешь, когда он снизу, он задыхается. Когда он сверху, у него голова кружится. Когда он на левом боку, у него сердце болит. А когда на правом, он телевизора не видит. Отсюда и недовольство. Жена говорит мужу, когда я выходил из тебя замуж, я была глухая и слепая. Он говорит, вот видишь, от каких болезней я тебя избавил. Ну и последняя, завершающая стадия. Жена говорит, скажи, пожалуйста, если я уйду к другому мужчине, ты будешь жалеть? Да нафиг мне жалеть другого мужика. А сколько проблем создает влюбленная ревность. Чего только из-за этой ревности не происходит. Вот один мой знакомый возвращается под утро. В духах весь, в помаде. Ну, с совещания приехал, вернулся. А жена спит со скалкой в руках. Ждала долго, заснула. Он думает, ну вот теперь отдохну. Снял ботинки. Только лечь хотел в постель. Вдруг жена просыпается. Говорит, ты где был? Он говорит, где был, где был? Рядом с тобой лежал. Не видишь, на работу собираюсь. Надел ботинки и пошел дальше. Нет, женщинам тоже ревность ума не прибавляет. У меня один друг, артист, женился на очень ревнивой женщине. Она его ревнует ко всему народу. Не пропускает ни одного его спектакля. Он от Элла играл. Она в зале сидела. Он в первом акте приобнял Дездемону. Так в антракте жена пробралась за кулисы. И в третьем акте душить уже некого было. А в детском спектакле он должен был Бабу Ягу поцеловать, чтобы она Еленой Прекрасной стала. И только он нагнулся ее целовать, как жена из зала кричит. Только попробуй, я тебя так по башке дам. На всю жизнь, Иванушка, дурачком останешься. Выскочила на сцену и так отмутузила Бабу Ягу, что зрители кричали «Браво!» и требовали повторить эту сцену на бис.